В этом году пятые спортивно-развлекательные игры оказались как никогда популярны. Участие в них приняла 21 команда самых разных возрастов и сфер деятельности. В прошлом году у нас было порядка 15 команд, в этом году 21, и на самом деле регистрировались еще больше. Но некоторые просто не доехали до лыжной базы, к сожалению. Конкурсов, как всегда, было много и разных, в том числе новые, но традиционно начались игры с приветствия. Команда телевизора, раз, вниз, на первый, второй, рассчитайся. Эдир запущен, нас не удержать, цель телевизора побеждать. Забежим вперед и скажем, что команда ТРК «Алмазный край» за приветствие получит первое место. Но до момента награждения было еще далеко, впереди масса конкурсов. Забежим вперед. Забежали коллег и друзей в трудные минуты. Хоть ты лопни, хоть ты трезни, даст пленбанк на первом месте. Забег в гигантских штанах, один из трех новых конкурсов, получился смешным и веселым. Основная трудность – быстро надеть штаны, а уж потом пробежать с напарником синхронно. Представителям команды школьников «Алмаз» это удалось. Богданов, который со мной бегал, мы с ним с детства дружим, мы друг друга знаем. Знаем, как правильно бежать, знаем друг друга полностью вдоль и поперек. Из новых конкурсов также были «Бег в ластах» и «Акула». Весь инвентарь организаторы заказывали в Санкт-Петербурге. Две пары ласт, двое гигантских штанов и две акулы обошлись в 50 тысяч рублей. Но именно эти конкурсы вызвали бурю эмоций у всех конкурсантов. Они падали, вставали, бежали дальше, а потом снова падали. Это очень тяжело. Скажите, вы прямо упали и не встаете? Да, тяжело. Что главное, чтобы так пробежать? Не отпускать ее. Ну и ноги длинные, чтобы были. Весенние забавы затянулись на весь день. Победители объявили уже ближе к вечеру. Их было двое. Команда «Лучок» волонтерской организации «Лучеленска» стали первыми среди школьников. А команда «Газпромдобыча Ноябрьск» – подснежники, лидеры среди взрослых. Все призеры получили подарочные сертификаты магазина «Адреналин». Здоровый образ жизни становится все более популярным. Как отметили и участники, и болельщики, в этот день на лыжной базе никого не видели с сигаретой.